На канал Эзегет поступил вопрос, как искупить грех прелюбодеяния. Прелюбодеяние, грех, конечно, тяжелый. Каждый, кто так или иначе вкусил горечь этого греха, знает, какие он последствия несет в жизни. И никогда этот грех не бывает без разрушения. Разрушаются семьи, разрушается мир в душе человека, разрушается радость, которую он мог бы иметь, если бы не совершил прелюбодеяние. Человек, который тяжело грешит, как будто бы закрывается в себе, потому что ему бывает совестно и неспокойно с близкими людьми, против которых он грешит, если он кого-то предает, и члены своей семьи. Но все же, когда грех совершен, и человек раскаялся в этом грехе, и примирился или с женой, или с мужем, как искупить этот грех? Ведь недостаточно просто поисповедоваться в грехе прелюбодеяния, недостаточно просто не совершать этого греха, недостаточно просто примириться. А надо еще что-то сделать, чтобы последствия греха не распространились дальше. Чтобы душа укрепилась настолько, что грех станет противным для следующего, не дай Бог, совершения. Как сделать так, чтобы Господь простил? Ведь покаяние все-таки это не одномоментное действие, это изменение всей нашей жизни. Как именить жизнь так, чтобы Господь нас простил, чтобы этот грех изгладился из нашей совести? Вот в чем вопрос. Но чтобы искупить такой грех, надо жить, конечно, прежде всего целомудренно, обратить на это внимание. Если мы грешили против заповеди о целомудрии, то нам нужно как можно внимательнее относиться к тому, что мы думаем, какие у нас чувства, какие у нас желания, какое наше поведение. И помня, что мы Богу должники, что мы когда-то грешили, если такое было когда-то в жизни человека, то надо, соответственно, делать все наоборот, все противоположное. Пришла мысль, осудили себя за то, что мы когда-то сделали, и отогнали эту мысль с помощью Божией. Пришло чувство, вспомнили, какие чувства, какие последствия возникают после греха, какая тяжесть на сердце может быть человека, который совершил прелюбодеяние, какая пустота, какая боль души может быть. И чувство отошло. Ведем ли мы себя как-то соблазнительно? Опять же, подумаем, что у человека может возникнуть в душе, а мы будем отвечать за этого человека, за то, что он подумал, за то, что он почувствовал. Знаем, что горе миру от соблазнов, говорит Господь, что соблазняющему лучше повесили жернов мельничный на шею и бросили бы в море. Настолько этот грех опасен, настолько этот грех тяжел и имеет такую свою злокачественную природу. Поэтому будем делать все противоположное, помня о своей ответственности перед Богом именно за этот грех и за попытки жить целомудренно, за наше устроение, которое будет сопротивляться всему нечистому, мы в конце концов получим прощение от Бога за свершенный даже такой тяжкий грех. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.